итак приветствую вас всех мои дорогие друзья на моем канале мгновение мгновение моей жизни сегодня у нас суббота за мной заехал брат славик и мы сейчас едем на мужской брекфаст так называемых где общаются реальные пацаны нормальные мужики итак поехали вместе с нами покажу вам всех подъехали на дилерский центр где мой брат здесь работает здесь у них стояночка такая небольшая так мы подъехали сюда здесь у них шоу-рум такой там стоят машины на продажу которые вы здесь вот на улице стоят автомобили которые они продают ждем еще сейчас одного товарища хочет сделать здесь кафе такое выездное да понятно но он его еще покрасить то думаю да слушай это какой-то антикварный но но антикварный какой-то прикольно ржавый стиль а ржавый стиль да главное что американский флаг там так не увидишь короче там уже все оборудовано смотри какая здесь полка корнитап такая сделана из дерева сюда все оборудовано под кафе уже прикольно такой небольшой трейлер для перевозки лошади да небольшой лошади слушаем это серегин мотоцикл так приехал хозяин этого салона и вот он открывает свой автомобиль на котором поедет сейчас тоже с нами зовут его сергей да серёга очень приятно познакомьтесь это их на дилерская кар шоу салон так называется здесь вот могут люди прийти кофе попить телевизор посмотреть напитки разные здесь да можно юбиляр поиграть и здесь обычно стоят автомобили которые на продажу или мотоцикла ну и здесь же оформляются все документы купли-продажи последнее приготовление к нашей поездке сейчас поедем как лихих девяностых едем вот спереди на ferrari а братва сзади на кубики до слабых кто-то такое так мы приехали сюда вот церковь city of the hill гердичевская церковь здесь собрались и все ребята на крутых точках собираются еще только короче мужской завтрак вот организатор этого всего мероприятия приветствую брат в левую сторону за этим дипом за этим дипом за этим дипом да сейчас пацаны поднимем поэтому первых 10 порций бесплатно остальные пару долларов 10 что ли и там очень классные вот эти кто кокосы да угощайтесь подходите первые 10 бесплатно дальше пожалуйста проплачивайте если у вас трудное материальное положение вы смотрите на крутые машины подходите к водителю и попросите чтобы он за вас заплатил я думаю что это тоже работает ну по крайней мере феррари и всякие ламборджини но это не обсуждается я думаю что даже этот жигуленок должен пару порций проводить так что хорошего времени препровождения благословений вам общайтесь что-нибудь перекусывайте а если за меня заплатится так а я вас пропущу спасибо проезжайте мы так говорили сейчас вы видели объявление вася бацан объявил всем чтоб подходили все наши ребята по бердичевляне Итак, мы находимся на мужском брекфасте, мужской завтрак, так сказать, в церкви City of the Hill, Бердичевская церковь, пастор Василий Бацан. И здесь вот нам предлагают такосы на завтрак, делают ребята. Ну а здесь собрался весь народ, приехали все на своих автомобилях, и посмотрите, на чем ездит наш народ в Америке. Много комментировать не буду, и хозяева автомобилей тоже всех называть не буду, потому что многих не знаю даже, как их зовут, честно сказать. Очень много молодежи уже поприезжало, и которые уже много здесь живут долго, все имеют свои бизнесы, хорошие работы, хорошие зарплаты, могут себе позволить, как говорится. Виталик, рад видеть. Даже наша Жигули копеечка здесь представлена. Витаю вас в New Sound CDL School. Якщо вы планируете смыть карьеру, або отримаете CDL-лайсенс для вашего кемпера, RV, мы готовы вам всем допомогти. Сегодня мы находимся в Файфе, буквально 5 миль здесь, будет качественное учение, добра цена и отличный результат. Итак, чекаем вас в New Sound CDL-5 в Вашингтон-стейте. Дякую за прошлое. Вот на таких машинах ездят наши украинцы. Приветствую, брат. Еще не все съехались. Некоторые должны чуть-чуть попозже подъехать. Вот одна из классиков, любимые автомобили наших лихих 90-х. Приветствую, брат. Красавца, красавца. Будет Кабрик 325-й. Сейчас они уже считаются коллекцион-кар. Коллекционные. Народ еще подъезжает, как вы видите. Здесь это общение будет проходить до часу, до двух часов дня. Можно здесь и покушать, и кофе попить, и пообщаться, познакомиться. Также здесь представляются украинские бизнесы всевозможные. Так что, как-то так. Здесь вот адвокатская фирма, которая говорит по-русски, которые разговаривают украинские и помогают нашим соотечественникам в разных проблемах. Ну, сейчас представители этой компании нам сам все расскажут. Меня зовут Сергей Ильянов. Я представляю компанию «Имен Лафру». Мы занимаемся персонал инжири, авариями. Ну, то есть, помогаем пострадавшим в автокатастрофах. Если вдруг вы или кто-то из ваших знакомых или родственников семьи попал в аварию и нуждается в помощи адвокатской, вам нужно разобраться со страховками, с медицинскими билами, звоните нам, и мы вам всегда поможем. Спасибо большое. Пожалуйста, вот все реквизиты, данные. Кого интересует, обращайтесь. Вы работаете только по штату Вашингтон, да? Спасибо большое. Всех благ. Подъехал еще один представитель нашего сообщества. Подъезжают также ребята на мотоциклах. Молодежь, молодежь. Многих я даже уже и не знаю. Знаю, что они дети моих друзей бывших из Бердичева. Молодежь в Америке поднимается очень быстро за счет того, что знают английский, учатся, получают хорошее образование. Ну и естественно открывают бизнесы или хорошую работу получают. Не могут себе позволить. Также вот подъехал вот такой вот классик. Красавчик. Форд Ренджер 250. Сережа подъехал еще со своим товарищем. Как зовут? Виктор. Виктор. Общаемся. Общаемся. Серега, очки снимешь, чтобы тебя узнали. На флот, надо купить. А меня, чтобы узнали. Я узнал, чтобы... Ага. Похоже внешний плотно, знаешь. А вот это... Серега, корзун. Серега приехал на своей Бентли. Эхо. На флот Эхо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы обучаем людей для того, чтобы они имели лицензию для обождения на большом траке, которые могут ездить по всей Америке и Аляска тоже. Время обучения месяц до полтора, цена 4-5 тысяч долларов. После окончания школы старт зарплат от 6 до 10 тысяч долларов, в зависимости от компании, от графика и так далее. Много есть наших ребят, которые имеют маленький английский язык, небольшой, и сдают с первого раза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вашингтры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Всем привет, друзья! Меня зовут Дэвид, я в Америке не так давно, 7 месяцев, и здесь на мероприятии мне предложили показать то, чем я занимаюсь. А занимаюсь я, собственно, дитейлингом автомобилей inside и outside, это внутри и снаружи, поэтому всегда рад новым клиентам, делаю свою работу ответственно, и также у меня есть приятные бонусы, мы делаем и внутри чистку, и снаружи, и полировку воском, можем также сделать и тонировку, и полировку машины, поэтому если есть вопросы, обращайтесь, всегда рад помочь. И приблизительно сколько стоит вот так вот в среднем сделать полный сервис автомобиля? Полный сервис автомобиля, вот ко мне такой человек подходил, 250 долларов вот так, снаружи и внутри, а если вы хотите еще нанести дополнительно БОСК, то еще будет плюс 50 долларов. Размер машины пикап, то есть если это будет седан, то будет примерно на процентах 10 меньше. Также мы чернил шины, то есть машина выглядит очень красиво, можете посмотреть наши работы в инстаграм, подписывайтесь. Спасибо большое, всех благ, удачи вам в бизнесе. И благословений будет. Благодарю.